7 июля 2018 года суббота вот мы пришли идем меня в лагерь стан бывший не знаю сердар пока еще лагерь покажи со всех сторон вот так вот все надо все кухню все заросло конечно тут буйно раз никого нету в лагеря все закинуло травы ну слава богу за все сам игровая вот здесь это вот или тут там мальчик сейчас давайте мы выйдем на центральный вход оттуда оттуда начнем вот здесь кушали мы я сделаю небольшое объявление давайте помолимся господи благослови это дело твоим отеческим благословением для пользы людей и особенно детей дабы воспитать их христианском евангельском духе укроти буйствующих против этого места даем смирение евангельскую веру и памятную на суде божием хвала тебя отец сын и святой дух и за это доброе место где мы имели столько радостных минут и часов и дней и месяцев и годов аллилуйя аминь 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 значит у нас далеко не все надо как-то созвониться и где они там идут вот еще одного готовишься к окрещению где-то запутался или переодевается что-то мне вот это сильно не подходит были предупреждены все значит слушайте внимательно по порядку вот приехали люди вы откуда мы из Свердловской области а вы? оттуда вы? из Заринска так а вы? Сульяновска Сульяновска тут еще разные места люди подходят там с Казани с Украины то есть это иное государство совсем вопрос сегодня один наиважнейший вопрос как воспитать детей во Христе и вообще жизнь наша оправдана будет или нет если мы в конце жизни останемся ни с чем до нас жило очень много богатых людей знатных ученых там Эйштейнов толстых это все кончилось но если он на суд Божий приходит и не готовый зачем вообще было все это? зачем он был президентом? зачем он был оратором музыкантом? зачем? когда душа идет в преисподнюю в ад был генеральный прокурор Крыленко генеральный арестовали как в архипелаге ГУЛАГ пишет пинком под зад и расстреляли Тухачевский маршал а их таких сколько было и Блюхеру и уборяющих все пошли под нож а войну сколько гибло а за две тысячи лет а за семь тысяч пятьсот лет задача вот об этих евреи говорят дайте нам ребенка до четырех лет я читал где-то а потом делайте что хотите Лев Толстой восемьдесят два года и он говорит половина что есть во мне я получил до четырех летнего возраста до четырех годах все говорят четырех а мы до четырех лет да это обезьянка вроде прыгает ну и пускай прыгает по скамейке не ходить нет не так сейчас они собак привяжут дайте им дорогу Сергей проведи там в разных местах привяжите их чтобы только ни ухов и нигде как ради проходите вот я вас уже потерял так вы откуда я из Казани из Казани из Казани Татарстан Татарстан видите откуда приехало сколько людей сегодня мы объявляем открытие музея который был на месте бывшего лагеря в интернете вы найдете слово музей муза для детей муза муза знаете что играть муза я спрошу что такое муза вдохновение и вдохновение а кроме того это такая богиня была этим искусством потворствовала или сказать благодетельствовала вот слово сказать познакомишь что я скажу это старшая сестра звать ее Ильи иди сюда из одной из одной семьи это Леонида а где Леонида вот она вот она вот она вот она наоборот да она из тебя уже почти что из одной семьи и Тараси побежали там Лидия звать с Галиной мы давно знакомы знакомы еще до родителями ее я ничего сейчас скажу не у каждого такие таланты вот назвать так представьте Ливия не Лилия Ливия это по календарю пожалуйста Леонида все знают Леонид Ильич а это есть такие тандем Александр Александр Валентин Валентина вот есть Василий Василиса вот она музыкант у нас сколько у тебя уже грамотно? 80 с лишним тоже больше 80 с лишним я слышала притом на конкурсах разных классика играются где-то она родилась маленькая также плакала ходила сейчас я выставил ролик может видели первое занятие ты сидишь там вот это у нас очень близкие отношения с мамой с папой похвалиться дарами которые Бог дает не обходя и нас а это играет на чем? на скрипке? а это кажется на пианино понятно это на пианино то есть а вот Сергей Павлович отобрати внимание он уже сколько лет у нас здесь кинолог профессиональный собака чемпион России я думаю если бы был выход за границу он бы мог там потеснить кое-кого что интересно собаку он дал ураган а мы поехали она никаких званий не имела но я занимался в уголовном розовке раньше и дорогой всю дорогу занимался и вернулся он сразу получил чемпион Сибири со второй поездки мы вернулись чемпион России чемпион это означает не на последнем месте вот теперь показываю дети любят собак любят птиц поэтому нам такие люди очень нужны это содействует развитию понимания красоты как вот у нас этот лагерь был я самое начало так скажу в 1972 году уехал последний житель здесь но до этого был план ну допустим было 300 жителей больше не было здесь вот одна улица она вот так заворачивалась там конец и там буквой П там на том конце или на середке расчет был на 700 жителей вот здесь вначале строить новую улицу и вдруг женщина профессора она и фамилия там Заславская или какая она объявляет не перспективная деревня надо укрупнять колхозы другие ну первым делом электричество было артерия главная школа дети поехали люди это село тут столько было молочных товарных перм овцеводство свиноводство две пасеки птицы тут курятники тут разные ну да не расскажешь это деревушка маленькая совсем и таких деревень сразу уничтожили двадцать одну тысячу тысячу и вот выступает депутат государственной думы не государственная а в Алтайском крае дума Нина как ее фамилия это Данилова от КПРФ и она говорит потеря деревни это не просто название это потеря территории государства китайцы сколько там живет сейчас кто из Байкала воду гонит спроси в центре России брошенной деревни кто занимает среднеазиатские они работают и начинается все по-другому другая жизнь пьяни там никогда не будет почему они до этого возраста закладывают понимают это кровь шайтана то есть алкоголь они вот хранят детей как я в Санкт-Петербурге тогда был Ленинград беседовал мулы это у них по-нашему священники имамы допустил меня Господь они там некоторые щетки перебирают вернулись из Сирии вернулись в Мекке были в Медине и я их спрашиваю в разговоре скажите у вас девчата такие какая сохранность девственности до брачной ночи нормальная то они меня не поняли совсем переспрашивает а как это ну была у нас мужчина спала с каким или нет да вы что я говорю если мы ни за что не вручаемся я еще тогда не понял спрашиваю 16-летнего там один у тебя сестра и она с парнем задружила там где-то переспала зарежу все и он зарежет спрашивает мать твоя осталась одна отец погиб там в ИГИЛ и она принимает мужа чужого там где-то как-то специально ее не венчали по-своему когда-то мать зарежу вот его как приучает а у нас уже на седьмом классе под вопросом стоит найдешь кого или нет на вторую букву алфави тоже называют их поэтому дети воспитание детей это наиважнейшая задача у нашей матери было двенадцать детей у нас десять это живы 5 братьев 5 сестер она не грамотно с отцом вместе полкласса не кончили но она знала страх божий отец пошел когда на фронт в это время было я уже был и а мать была беременная он поехал один наказ дал Марья если я узнаю вернусь это аборт сделала домой я уже не вернусь он как недоброй скотине не хотел даже подходить к моей матери но мать говорит в этом я не виновна за мной греха нету ну двенадцать у бабушки было где-то восемнадцать а там дальше двадцать четыре Менделеев говорит если бы вот революция не победила большевики нас 2000 году было бы 600 миллионов нам лишнее это было бы 600 миллионов каждый год в России прибывало с чистой прибыли 3-5 миллионов плохая была власть а сегодня русская нация самая быстро исчезающая юноши не хотят жениться девицы не хотят рожать да их и нет там девиц я сказал кто и как и так вот вот наш бывший лагерь на нас насел Роспотребнадзор вот 18 июля 16 года будет здесь они выставили полицейскую машину до этого была президентская проверка там на сям озере кажется 16 детей утонуло и они тут дежурили детей ловят сажают машину у нас этого не было это бог так сделал мы молились тут приедут подполковники вот такие пузатые все и все это заснято мы сказали детей будем уводить вот в этих дверях мы стояли Сергей Павлович вот он стоит Сергей Павлович ты остаешься здесь Володя снимает когда они придут будут разговаривать ты никому не отвечай только молись ни одного слова это все в интернете выставлено и дальше и в действительности так и дальше показывает машина подходит полиция они подходят здравствуйте этот молчит вот он Сергей Павлович еще здравствуйте нет этот он что не слышит может его врача вызвать то есть как мы разыгрывали и теперь если ударили в колокол дети бегут вон туда их скрывают и дальше мы распределяем по домам обычно детей брали арестовали в автобусы сажали в жаре не пить не есть это в интернете я беру и штрафы на лагеря один полтора миллиона один полтора миллиона задушили лагеря все у нас ни к одному ребенку не прикоснулись когда они приехали стали круглосуточной дежуре детей мы уже убили они дежурят а в это время мы общее собрание я сказал лагерь 45 лет существовал недавно новый состав я набрал волонтеров закрывается расформировается потому что на их стороне суды полиция прокуратура все власти я еще могу сделать администрация поэтому лагеря больше не будет в том формате как он был а как я объявил в деревне есть пустующие дома хозяева находим покупаем дома ремонтируем и в домах будут отдыхать в гости слово лагерь исчезло приезжают люди вот она приехала где она у меня стояла вот она с сыном стоит пожалуйста ну это вам мать лежит при смерти тяжелая операция этих родителей сейчас привезли мамы к нам они не суются в прошлом году три раза уголовный розыск на нас приезжал но очень культурно здравствуйте у вас лагерь закрыт закрыт всего хорошего то есть господь бог нас вразумил как надо сделать и тогда мы имущество лагерь весь передал деревню он не моет теперь а мы строили тут гвоздя нет чтобы он не был забитый помогали люди конечно 45 лет ни рубля государство нам не дало ни копейки провести на долине было но первоначальное название было лагерь станк через девять тот лагерь то станк я еще тогда не знал это краткая остановка пути его уже зарегистрировали у нас уже вот это здесь вот 10 рожков я видела теперь он есть там у нас рукобойник здесь вот что тут работали тут три козла и там вон три дети работали все пилят до завтрака один год мы 14 полных кузовных машин набили и далее врач была тут и в школу все снабдили работают а после обеда работы нет и вот в 1972 году выехал последний житель наши родители усилий тут пал наш дом весь сгорел не продан был в корчене 15 километров видно было как полыхают все старинные дома были мы первый год уже начали приезжать я историю рассказываю и с собой брали что там одеяло и кажется ничего больше не было мы искали в первый день на полях где солома не сожженная солому разрывали туда зарывались все вся гигиена больных не было сразу начинали вблизи копать колодец чтобы вода была своя а тут в одном месте он был расчищали его прямо здесь и с собой были ножи резали траву камыш и вот шалаш стоит видите какой вот большой за 30 человек вот он стоит туда можно зайти посмотреть потом будет и мы шалаши строили на 10 человек с собой только топорик потом стали брать ножовку потом пилу каждый раз приезжаем мне приходилось приезжать многократно здесь дети-то приехали с Украины там с Одессы там где допустим с Эстонии с Владивостоком со всего мира буквально ехали я должен быть здесь а я как я на работе советская власть в то время два-три дня тебя не было тунеядство статья тебя отправят а я в 76 году только последний раз вернулся из тюрьмы из лагеря но в это время когда начали мы я еще не не был подвергнут репрессиям что мы делали ждали ждали здесь я кого-то оставлял старшего возвращался на неделю и неделю бузовал у меня выработка всегда была двести восемьдесят триста процентов ее тогда делили пополам по сто пятьдесят неделю начисляли мне я выезжал там забунтовали ну как так его недели нет он говорит у нас сто восемь процентов у него сто пятьдесят на две недели хорошо я ему отдельно закрываю нет нет тогда пускай вместе я должен был работать до восьмого пота не до седьмого а потом возвращать вот так вот ночным методом но уже в семьдесят втором году у нас было все необходимое зимой мы приехали представьте мы едем косы люди спрашивают на улице там небольшая пурга а куда вы едете косить на нас вот такими глазами что-то косят что ли куда а косить можно когда застынет озеро и поверх ее камыш и вот и когда можно косить и косить легко прямо а из камыша тогда мы летом сделаем вот какие тут маты будем вязать закрывать то есть это надо иметь это из камыша все а? из камыша? из камыша нет здесь столбы между ними прожили палки вот так вот видать он сбоку а потом перепилить прутили как раньше заборчики делали а этот из камыша делали халашки маленький из камыша остальное из осоки рядом тут возили 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 это много на него ушло он совершенно непромокаемый а дальше то уже доски на 30 человек теперь это время прошло стан и когда начали привязываться этим словом стан Бог нас спас стан это краткая остановка в пути и мы тогда вывешали объявление слово стан выписки из библии когда еврейский нот шел и станом восстанавливались и когда у нас уже стало электричество мы уже привязаны к определенному месту а это уже деревня открывалась в 91 год слово стан играет основную роль они приезжают до конец стан а что вы спрашиваете там разное а они не знали как нас закрыть в 98 году 15 комиссий краевых 15 комиссий страна запивается а они чем занимаются но здесь было так же вот так все закрыли дети вот здесь на крыше а деревьев еще не было и вот так стоят и скандируют не заходите не заходите а здесь машины в ряд стоят автобусы милиция и они не заходили не ломились ну и отбились отбились статьи поганые стали писать я их всех нашел когда вернулся ГТРК Алтай ну всех попросил называется слово сатистфакция удовлетворение за оскорбление но не уперлись никак я подал в суд кажется три процесса были все до одного выиграл надо оплатить опубликовать по радио по телевидению там в газетах это все было сделано тут мы власти благодарны власть нас поддержала но Господь делает так у меня близкие близкие отношения были с прокурором края генерал-лейтенант Парасхун Юрий Федорович я не знаю такие прокуроры есть или нет он сейчас интервью дает и только о Боге говорит это вообще перед этим перед тем как ему уйти он сейчас на пенсии фотография была Путин Владимир Владимирович награждает его там что где он там разоблачил и у него работал наш брат в нашей общине Севастьян он был после юридического факультета АГУ закончил с красным дипломом и был следователь по особо важным государственным преступлениям и он его отбил от армии а то военные говорят у него звание есть и его прямо из допризывников вырвали прокуратура обратно я рассказываю по пути кое-что захватывает как мы вот где-то скитались потом когда стали делать это получилось так что надо матрасовки шить соломой набивали и тогда уже в шалашах спали уже меньше комаров двери там все это было сплетенное из травы а вот в таком виде это уже появилось позже так вопросы слушайте внимательно это ваши вопросы вы все должны задавать вопросы которые помогут вам открыть подобный лагерь где-то речь не о музее музей это старые горшки где-то что-то склеить показать там бумажки которые Лермонтов писал где зачеркивал Пушкин здесь другое лагерь простирается в будущее как прожить без помощи государства которое обворовывает своих граждан которые назначают больше там больше до пенсии народ ропщит невозможно как демонстрации идут мы хотим чтобы этого не было чтобы жили люди благодарили Бога и за власть и мы должны показать не два дня 45 лет не рубля тысячи детей притом лагерь такой что тут не так что как в лагерях там две недели и все у нас месяц месяц прошел желаешь оставайся на второй мы начинали где-то с 1 июня до 28 августа все что сделали здесь я покажу потом нигде больше нету мы насчитали 14 моментов которые ни в одном лагере нет а сюда начальники лагерей приезжали не за голову хватались да это я буду делать так меня посадят я говорю не сажают мы поехали на благовестие едет машина кто ФСБ ФСБ Алтая приехали я сказал я же не знал что ФСБ приедет я бы сказал ну примите накормите я знаю что воскресенье структуру государственную отдыхает и никого не будет я сказал никого не пускайте мы доехали до разъезда и они кто такие из ФСБ показали правда но они приехали их никто не пустил они посидели вернулись назад и доложили там говорят дети в футбол играют волейбол а тут много людей было в среднем 189 человек мне же как господь все это делает а прокуратура послала тут полковника своего заместителя а они в это время дали объявление уже что мы лагерь закрыли а он не закрыт был приезжают у нас занятия идут они сюда я их сказал вход запрещен открыто они не зашли прокуроры эти алтайского краевая прокуратура ну мы можем сказать что уехали я говорю нет но можем сказать что сегодня уедут я говорю нет они может быть они в пути уже им надо дать отчет а отчета нету ну я приехал где я спрашиваю Юрий Федорович наверное жаловались нет говорит там такая строгая дисциплина нас даже не пустили но напоили и что значит иметь хорошие связи у меня с мэром города а мэр города в лучшую десятку мэра страны входил Баварин Владимир Николаевич сильно помогал директора заводов тут давали насос шланги лодки РТИ станкостроительный депутат там какой-то Макаров я заказал овсянки надо я говорю нету где-то ну я думал килограмм сорок достали бы неплохо мешок то а они привезли четыре тонны вообрази четыре тонны это пятьдесят кажется мешков с чем-то или еще то там я тут по деревне всем наградил и еще лет десять питались так упрекали так зачем умаешь не трогать вот дети вещами занимаются так понятно это вот я делаю вот к этому лагерю слушаю вас Иван Тихонович с чего вы начали организовать свой лагерь и какой стал ли для этого царитет его не было такой это Екатерина с цель это что лагерь мы просто приезжали отдыхали но власти знали что мы приезжаем и они нас искали тут была далеко черная береза одна единственная береза черная карельская и они говорят они приезжают черной березе поклоняются в газете напечатали а кто-то взял и спилил теперь а теперь чему кланяются это быку какого-нибудь апису не знаю мы знали что это поколение дети должны жить не так как мы жили есть песня такая чтобы дочери были счастливы матерей слышала может слышали песню такую слышала ну вот мы хотели это здесь дети свободны мы поставили задачу один раз разъезд сразу сошел сквозь за 72 человека в пятницу костер картошка у нас все было молоко на разделье покупали там банок 10 сразу по 3 литра подвал земли оставляли там закрытый снегом холодильники были не току ничего не было тут вообще был пустырь до 91 года когда потеряевка получила статус восстановить за подписью Сурикова был такой Суриков Александр Александрович в будущем стал полномочным представителем или кто он в Беларуси как это называют их там дипломат вот ну мы хотели но ничего не получалось мы строили шалаши когда мы уезжали шалаши сжигались 18 раз нас сжигали до тла до тла я жаловался в милицию и там приезжал ни один милиционер край этим занимался теперь он который давал ответы фризом он вице-мэр города Барнаула а он в милиции служил там подполковник или кто ну нет никого нет это может те кто в армии ушли а я говорю а может те которые в Чечне лежат трупы не могут опознать по сей день они ночью приезжали и сжигали один раз приехали на мотоциклах а люди услышали наши люди то выше а у меня там сакадемгородка были там такие спортсмены накачанные они вышли а те давай кидать да что не потребно это мы такие а они не такие они лопаты а лопаты как бритва те на мотоцикл рванули и больше ни разу не приехали люди иногда понимают с позиции силы смотри вот пришел у нас кто варлам вот видишь какие имена у нас тут есть и вот дальше стало формироваться вот это вот это строительство видите там везде видны эти слегки торчат здесь кривое дерево есть клен и клен мы этот брали шкурили привозили ну а дальше уже все понятно вазали в коня туда достали глину с соломой вот она стоит уже больше двадцати лет наверное вот это вот стекла стекольная это там зеркальная пабрика у них отходы есть и из этих отходов мне дали сейчас я могу ошибиться но где-то около 15 тонн стекла вообще так ты свободно делай что хочешь и вот тогда мы решили что все-таки лучше когда келья отдельно келья называется по 8 человек келья в каждой старшей устав был написан я его написал строгий устав за столом ни одного слова первое второе третья половина показать были за чашку чтобы нигде ничего не оставалось на столом не склоняться не облокачиваться то есть правила были за нигде не быть без платочек платочек все раз помахали видно как мы это делали а если нету вот деревья спустили там дальше тополя а мы сели обедать платочка нет ему надо добежать до туда и обратно а что в это время мы сели ему уже туда не попадется у меня в уставе физическое наказание было они за это теперь цеплялись приезжали врача детей всех исследовали осматривали ты где сделал это да там шиповник собирали это никак и вас избивают не избивают нас нас наказывают за дело дети избивают и наказывают знают что ответит и прислали замком прокурора жабина елена и она написала отчет в краевой прокуратуры мама таскает дети чувствуют себя прекрасно но это не юридический язык она ну такие люди приезжали там прокуроры и говорят а моих детей возьмете в лагерь они увидели что из себя представляет какие лица у детей однажды приехал первый секретарь райкома партии Куфаев они тут автобусы он собрал завучих директоров школ сельсоветов а за обед мы молимся и они стоят ждут а тут избушка стояла пастухи пасли рядом прямо здесь и ждут когда мы будем молиться а потом подошел а можно с вами поговорить а о чем ну кое-какие вопросы задать а сколько у вас детей а когда не знаю таких кажется и не было вот так и старей а были вот такие ребята с армии вернулись девчата такие на выданье ну я говорю сейчас узнаю я в колокол как ударил а колокол то из-под кислорода рында а как посыпались а кто сверху кто снизу встали в строй он как глянул ну а что их не видать что ли там девицы они просто пышут здоровьем ребята такие а потом он сделал доклад первый секретарь и говорит я вот был посмотрел интересно но самое главное что у государства ничего не просят у нас все дай-дай-дай а у нас спортивное сооружение турники забетонировали две городочные площадки ну все есть почему они ничего не просят и все счастливые все собирают учатся изучают травы деревья и при том никто нигде ничего не получает как это так он знает что я работаю вот как это было и когда нас сжигали мы приезжали лежали только там за там заклепки там алюминиевые мы становились на колени и плакали такие шалаши были плакали и молились господи прости этих несчастных злых людей не вмени им этого грех они не знают что худо творят мы молились за всех и тогда вот господь надо умел это сделать а сделать значит на столбах а как крышу у меня знакомые РТИ они там лодки делают большие какие-то как трапы когда в самолете пожар там прыгали чтобы на них как батут и у меня близкие отношения с директором Хромов Анатолий Петрович и он нам 4 лодки подарил там шлангов сколько отсюда до озера идут где-то и большие палатки а тут у меня появился знакомый один это бог так делает генерал-полковник Пенков Борис Евгеньевич он пострадал ГКЧП где-то генерал-полковник и он прислал две или три палатки палатки танковые это на весь просто я не знаю какие огромные огромные палатки такие а почему он вам а потому что я вел занятие в летном училище в Барнауле много лет а они ему подчиняются и через них там те дают что у них расформировали я 70 шинелей получил 70 кителей одел дети как солдаты швейки стоят все комар не прокусывают вот как было дети всего учились рано вставать с первого дня в 5 утра вы найдите мне один лагерь в мире детский который вставали бы в 5 утра а обслуга вставят 4.40 один вот уже мы уже не входим в общее число лагерей дальше мальчики и девочки девочки вот это вот спят мальчики там впереди их кельями даже пройти мимо нельзя во время игры чтоб пальцем не прикоснулись друг к другу они не понимают сейчас говорят как а у нас два этажа на нижнем это же мальчике а на втором девочки утром приходят воспитатели нижний этаж пустой а что это такое куда же они подевались то у нас даже рядом нельзя пройти и в каждой келье взрослый человек легли начинают все разговаривать а воспитатель шел услышал сергей радыжский так же делал постучал кто разговаривал тишина ну разговаривали же открывает дверь кто разговаривал никого значит все повинны выходите одевайтесь хорошо два часа стоять как палочка два часа много по полчаса ему прутик в разных концах дети стоят на вахте караульте нас теперь ему а когда все утихло я их потихоньку увожу и пошел в степь надо чтобы то же самое услышать понимаешь без любви ничего не сделать живут профессора психологии из центра россии там из-под чечни приезжали и все спрашивают а где вы это мучились у бога и у природы а я вырос в степях в этих это наша родина понимаете как и те которые думают основать вы найдите подходящее место такое где чтобы дорого было деревьев еще не было а там и насадили спустя много лет вот с какой целью мы это сделали ну чтобы зарегистрировать лагерь то в какие организации государства обращались чья земля тут не так просто все мы были ну просто собирались и собирались а кто-то сказал знаете вы зарегистрируйтесь они вас будут охранять охранять кроме того вы куда-то обратитесь а у вас счет банки открыты кто-то и поможет видно что организация не хватает ума-то пошел а там отдел юстиции знакомый полковник сидит знакомый к нам приезжает он разговора никакого нет давай помогли зарегистрировали мы живем год-два и правда нам это не повредило они а вы зарегистрированы приезжает у вас так нету громоотвода вот здесь а зачем а молния ударит а что она ради ударит мы молимся она ударит она не ударит все это рассказать это вообще ну там санэпидемстанция приезжает вы зарегистрированы написано вода должна быть проточная а вы в колодце берете я говорю а где я возьму проточную а вы вот здесь вот на это показы поднимите туда немножко и бачок привяжите чтоб вода текла и мы напишем проточная я говорю там в Варнауле улица такая желтая там проверяют других туда надо ехать вам вот сидит здесь приехал заместитель главы санэпидемстанции там солдан главный это хорошим пишет столы не строганые доски а у нас доски строганые и новой клеенкой прибиты я говорю где вы нашли ну у нас так напечатано опровергайте через суд ну как суда и суда доказать дальше ночью нет освещения ночью у нас никто не выходит там горшки стоят ночные вазы а вот оно там вот если подойдете сюда вот посмотрите посмотрите вот здесь видать подальше там огромная ртутная лампа она за километры все светит ну у нас написано свету нет опровергайтесь здесь посмотрите вот отсюда подойдите вот отсюда вон туда на стол по столбу она когда-то светила да Игнатий конечно она до самого костра видишь как повернута вам видно а он вышел мы включили ну днем нет нету еще доказать то ну то есть нам помогло что кто знает Игумена Кирилла Сахарова я о мы ему написали и он говорит там надо выходить на центральную газету центральная газета России как называется российская газета учредитель правительства а там Сидирева нашлась она прихожанка его и она все материалы как получила и как статью жахнули с фотографиями они тут узнали ну центральная газета они не могут игнорировать там все глава администрации всех подняли на ноги написали в Алтае уникальный лагерь уничтожают шабочные чистой силы как они вот это все опровергать через суд это статья у меня в книге для слова божия не тут это статья тут сразу три или четыре полные машины с краевой администрацией ехали только не стали смотреть а кто написал Снегирева это Москва недосягаемая Волобуева Александра Павловича фотографии ваши он говорит мои а когда вы отсылали так это давно известно везде его фотографии изъявили а срок по пути как это называется и приехал вот Бог же делает так и приехал во главе этой кавалькады глав губернатора доктора медицинских наук Шойхот Яков Нахманович еврей евреи да они тут всю Россию загребли а у меня евреи только одни хорошие попадаются он мне дал операцию Яков Нахманович и он все проехал посмотрел попил воды ну и все на берегу посидели он мне только сказал знаете нет болезни вот вы взяли ребенка у него нормально все но у него инкубационный период две недели через две недели проявится надо вам думать мы молимся еще знаете закрыть все можно я говорит сейчас любой ресторан могут закрыть подошел там пастинг провел пыль для меня этого достаточно там что-то маленькое вино не такого вкуса такое было уже где-то и эти все сели и все снял с нас осаду 98-й год так все ушло во-первых он мне знакомый дальше хорошо относится а я в это время готовился к операции на позвоночнике у меня три грыжи я всю жизнь на стройке работал и он мне пообещал помочь и что интересно я еще не вышел из создания после операции а он стоит рядом с Уриком глава администрации но они не ко мне пришли вот так получилось в реанимации они пришли с немецкой делегацией и он сразу подошел как я говорю ногу попробовали то пощипали то слышали значит не перерезали а то к примеру сказать так Татьяна понятно? я слишком большой материал я постараюсь как это будет то есть мы желали если кто-то желает делать и когда профессора исследовали здесь они говорят главный двигатель лагеря ТРС с большой буквы любовь несмотря на строгость любовь если у тебя этого нет то ничего не получится а у вас я вижу у всех это есть вы христиане христиане к детям надо присматриваться открывать таланты помочь развить в этом направлении вот чем он интересен ребенок я все время присматривался записывал мы даем характеристики с проглядом на будущее кем он будет и как будет а не так я взял и написал иногда я характеристику пишу семь человек напишут сначала на нее это воспитатель родители братья сестры и я тогда все обобщаю и я его вижу ребенка тогда делаю и это все помещено в нашей книге открытым оком то есть я себе не доверяю вы сейчас вопрос уже ответили как вам задавать вы обширно отвечаете ну понимаете я не могу столько объемно все это какой досуг какой досуг детям организовали какие игры ну как досуг здесь затейники в лагерях а у нас не так они сами выдумывали вот я вам покажу один ролик а роликов 475 про лагерь только на нашем ютубе 11600 роликов вот затейник Сергей Павлович пожалуйста он все придумал футбольное поле он поставил два ведра разбил на две команды каждому кружку воды и с кружкой пробежать туда там или обратно и вернуться надо посмотреть когда бегут вот такие вот одинаковые бежит только за ней в платье не успевает бежать какие дети веселые он то одно придумает то другое вот требования к детям и к воспитателям какие требования были ну к воспитателям требования в первую очередь у нас никто не пьет не курит не матерится не ворует это определенно воспитатель он у меня не сразу становится а сначала в рабочих походит года три я приближусь к нему совсем есть одна специальность которой я никому не доверил кроме себя наказывать каких возрастов дети бывали каких национальностей сейчас смотри подскажу вот наказывать ребенка без наказания не будет ребенок приезжает вопрос можно а ему 7 лет ну 7 лет это кто у нас тут 7 лет а у вас материться можно ты срона не догадаешься какой вопрос задаст ребенок то я не знаю откуда ты приехал-то ну я из дома приехал ну понятно а кто у вас ругается бабушка матерится папа материться мама матерится а ему сказали здесь тебя на каждом И вот он сматерился. Я его завожу в келью отдельно. Все молятся. Значит, сколько раз матерился. Все дети два раза слышали. Вот два раза по крапиве. А крапива жгучая вот эта вот у наших. Поняла какая? Я его положил на второй этаж, где они живут. В палате как-то, нары назовем. Ты должен вот так провести. Он плачет. А ты чего плачешь-то? Боюсь. Вопросов нет, наказывать не буду. Выходим, вот Алеша боится. Боится крапиву? Боюсь. Я эту жгучую крапиву беру в рот, зубами рву ее. У меня вот такие пузыри на губах. Я виду не даю. Я зубами жую и плюю. Все дети хохочут. Я говорю, Алеша, я не боюсь. Я не боюсь. Все, теперь заходит, провел. Пусть ребенок видит, что ему желает добра. Мы вместе с ним помолились. А в другом раз я так по голенищу хлопнул. Он говорит, слюнями маленько покажи, что ты плакал-то. Ну не говори никому-то накажу. Никто не имеет права заглядывать. Один раз кто-то заглянул, я вот тут же наказал. Наказание. Оно в устав было внесено. Они исследовали. Прокуратура, все говорят, ничего нигде нет. Ну уберите из устава. Я говорю, без этого, без страха Божия ничего нет. И вот теперь, какая национализм. У нас были, я знаю, в мире два полюса. Один полюс это евреи. Это Бог избрал народ. И самое последнее сыгань. И обе эти грани Гитлер уничтожал в огне. То страшило его, а это бесполезно, еще нет. И у меня были эти дети. И что интересно, Бог дает с той и с другой стороны мне хороших детей. Евреи, до того ребятишки серьезные. Да они прямо даже удивительно как. Они были верующие, неверующие? Верующие. А сыгане неверующие. Но когда ребятишки-бергены сами швыркают, цыганские никогда, как груздочки. Но воруют все время. Я не могу ничего сделать. Вот он своровал гребенку, нашли. Ну зачем ты своровал? Сестренке хотел подарить. Вот я распреду пределу, два. Так, если еще раз будешь, я тебе надпись дам. Воровка. И вот здесь вот у меня стружка, опилки. Ты будешь сидеть целый час. Попалась. Я ее посадил, надпись сделала. Она сидела, я воровка. Я теперь воровка. А которая там воспитательница была. И говорит, ты там вот своровала, деньги-то нашли. А ты же видела, я каждый день деньги-то беру, за молоко рассчитываюсь. Почему не своровала? А я видел из-под одеяла, что ты их каждый день считаешь. Считаешь. Ребенок с умом какой. А раз считаешь, значит меня обнаружат. То есть были грузины, казахи, киргизы. То есть я даже не могу назвать, кого только у меня не было. А было у них желание к вам потом вернуться? Ну вот есть такие, которые 18 лет подряд приезжали уже со своими ребятишками. Плохо его не загонят. Он криком будет кричать. Вот он сидит. Где у меня этот? Вот он. Девятый год? Девятый. Четверо стемьений копейки за 9 лет. Там взять нечего. Кто материально их обеспечивал? Детей-то? Кормить надо? Чем? У нас были цены. Цены определенные. Бывают люди зажиточные. Наша цена. Вот на этот год за месяц 7 тысяч. Но еще не поступило. Не считая там что-то давал. Никто. С этим я никогда не беру. Мать лежит при смерти, а отец с этим делом и глухонемой. Это не просто так. А у вас получается дети не по одному, а, например, если многодетные, то там всю семью пройдут? Все. Я подмечествую, а одна мать. Одна. Я всех беру бесплатно. Есть такие даже, которые не могут приехать. Далеко. А государство вам материально помогало? Государство? Нет. Сказано, что не хотят. Я не понял. А где у нас это? Полина. А благотворители? Поля, где? Полина, где? А почему нет? Значит, помогает со стола убирать. Вместе с Фросей? Ну, наверное, там помогает. С Фросей тоже. А Фросей тоже помогает? Да, они там остальдеревые. Это вот север, это вот место раз брать. Игнат Тихонович. Так, мы узнаем. Вот вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас профессиональные воспитатели были? Профессиональные учителя. А так воспитатели, я не знаю, такое есть, нет профессии. Учителя. У нас учителей было много. До года. Учителя настоящие. Вы им зарплату платили? Ни одного человека за 45 лет не было рубля отсюда. И я не получал, никто не получал. А нам никто не дает. Так я свои деньги все тратил на молоко, на творог. Мы покупали всегда. Только чтобы уехать. Деньги... Бывало, когда о нас слышали, то обращу... Я назову ее Елена. Правильно назвать ее. И она каждый год узнает, когда открывает сосед. И нынче. Я пишу, что мне нужно. 12 мешков муки. Там 96 килограмм слива этого растительного масла. И они даже мне сообщают через день. Говорят, вот это вы заказали, а у нас нет. Но мы в другой город заказываем. Сейчас купим, привезем. Я заказал сахар один раз. Незнакомые люди совсем. Но теперь уже знакомые. И сахару нет. И наконец-то привезли 4 полные фляги меда запломбированные. По 48 литров. Вообрази, что это такое. Я говорю, а фляги? Это все вам? Я говорю, вы ошиблись? Нет. Один раз пришел целлофан просить в одну организацию. Начальник подписал. Они мне грузят такие тюки. Рулоны вот такой высоты. Один рулон тащит, второй. Я говорю, подождите. Вы ошиблись? Нет. Но они 8, кажется, тюков принесли. Там машина просела. Я уехал, проходит. Я говорю, ну начальнику-то скажите. Я же столько не просил. Он сказал, отдайте. Я приехал домой. А мне звонят. Знаете, действительно ошиблись. Это не вам предназначается. Ошиблись. Я говорю, что теперь делать? Да, начальник сказал, ладно, детский лагерь пускай. Это бог делает так. Одна какая-то здесь, забыл я, Макарова или кто-то, Валентина, уезжает в Германию. Здесь на нее было несколько покушений. Стреляли. У нее иконка висела, и пуля прямо в иконку железную попала. И она привезла, она привезла. Нам такое не нужно, шоколад там разное. Нам нужно такое, чтобы стряпать можно было, крупы, рис, шонка, гречка. И люди находились. Мы это не покупали никогда. И кто помогал прокурор края? Местному мамонскому прокурору сообщают. Те отпускают деньги. Прокуратура. Тот Поросков, а этот Сухов, фамилия его. И он сам приезжает, мушки, а никого нету. Мешки сам вытаскивает, я после операции. Прокурор. И сам высыпает. А сегодня прокуратура добивается, чтобы все это с грязи смешать и убрать. Сегодня. Когда это все навозная куча, где стоит эта огромная навозная куча. Мы ни одного квадратного метра полезной площади не занимаем. А дальше фундаменты домов вот здесь вот. Тут ничего никогда не было. Тут конопля росла и копива. Вот вам ответ. Геннадий Тихонович, хотел спросить. У нас обычные лагеря пионерские, там какие бывают, для детей, отдыхающие. А у вас статус такого? Рабочий, так и называется. Трудовой. Начинается православный, детский, трудовой. Лагерь сам в честь священного мужчинка Кремлян-Танкирского. Сколько времени уходил на труд у них, на отдых? Сколько часов у них на сон? Они встают утром, значит, гимнастика. Утренняя молитва с толкованием Евангелия читается. И тогда на работу. Вот здесь вот они пили дрова. Восемь завтрак. В два обед, в семь ужин. И каждый день вывешивается, что тут, меню. Вот вы говорите о молитве, значит, он какого направления у вас был лагерь? Ну, какой православный, чтобы дети учились молиться. А что для молитвы у вас на территорию? Комары нападают. А у нас вон там, я покажу, там водонапорная башня была. И там мы сделали постамент вверху. И там отдувает, скосили вокруг, и комара вообще нет. Его можно там посмотреть. Но это работа. Работа. Огромная яма, засыпать надо было. А у вас лагерь был рассчитан на определенное количество детей? 70. Но за год побывало 108-109 человек. Полная загрузка 70 человек. Ну, сколько у вас смен было? За лето сколько смен? Получается, все лето? Июнь, июнь, июнь. Ну, все лето, но смена, как сказать? Мы считаем условно, а этого нет, что заезды, не заезды. В любое время можно приехать, в любое уехать. Но меньше, чем на две недели мы не брали. Две недели акклиматизация. У нас тут кого только не было. Даже трудно сказать. И пятидесятники, и баптисты, и не знаю, кто только. Игнатий Тихонович, а медик у вас, ну как, медицинский работник на территории был? Какие-то несчастные случаи были? На территории нет, там в деревне потом был. Врач-кандидат медицинских наук. Ну, для детей, если что-то случилось, поранились или что-то. Поранились сами. Аптики? Лучшее лекарство в тебе в самом. Если поранил где-то, помочился мочой и дальше подорожник заклеил. У вас тут вот много прудов, как вы? Лес, в лесу, как с детьми использовали эти? Для отдыха лес, озера. Они тут ими не были, там и сейчас восстановили. А купаться бы ходили на второй мосте. Тут нельзя было, вот здесь сейчас рядом-то. Здесь там лужа просто была, все прорвано. Тут у Хайдака, я не знаю, полтора или два миллиона уже ушло. На эту землю зарыли мы. А вот как у вас, банный день для детей? Банный день, где пстирается, пастухи? Да, нам нужно было баню сделать так, чтобы никто ее не видел. И мы нашли место на берегу пруда и в землю вкопали. И топили тогда, чтобы не видно было. А рядом пастухи были где-то. И приходили там об определенной тропе и мылись. Так они тогда власти привязались, что мыльная вода идет в озеро. Там сделано так, шоферинки разные нашли, где деревья разбитые были. Ну а тут врачи-то у нас есть, медицинские, они все с красным медикломом. Они как такой клинкерс устроили. Мыло-то прикасается с телом. А здесь одна тысячная доля процента на озеро на это. Еще конь пасется наверху, ну наверху на метров 50 от берега. А конь ходит, и если он оправится, это все в озеро. А как он, когда он привязан? Он ближе 30 метров не бывает. Ну то есть выдумка. По ходу о воде. А вот на территории воды, ну готовили вам же вода нужна. А вот я колодцы выкапываю. И когда уже власти нападать стали, у нас уже возможности были. Уже деревня началась. Тогда мы вот такой бак, ну как бак такой вот, крышку такую сделали на колодец, чтобы не отравили нас. И он закрывается и под замок. Можно посмотреть будет. Прямо около костра. Гнат Тихонович, а у вас на какое-то определенное время сон был рассчитан? Что? На сколько часов рос? Сон у меня здесь не был рассчитан? Сон? Ну, вставать в 5. А когда ложится, дети голосуют. А днем не было сна? Тихого часа? Днем маленький, который до 7 лет, один раз. А если в субботу идти в церковь, обязаны все поспать, чтобы в церкви не дремать. Тут все с учетом обстановки было. А вы в деревню в храм с детьми ходили, да? Да, на служение. На службу в храм ходили в деревню? А здесь освящение было. А раньше храм был, это вторая половина вот этой. Там кили не было. Палатка. И пристроили с целлофа на алтарех, и батюшка тут служил. Народу много было, очень много. На костер пришли сразу 120 человек. Ой, а кострец говорили, а как вы, вот с костром? Костер как проводили? Да знаете, костер, сегодня меня просили сделать костер. И, видимо, мы это сделаем, попросим Владимира Александровича. Потому что у нас пятницкий, у нас сегодня приехали только люди. И у нас как раз хватает. Раньше нужно было, чтобы детей лагерных было не меньше 12. А сейчас лагеря нет, поэтому мы деревенские, поэтому с деревенскими вместе. Сегодня могут они сделать. Но надо помочь, там траву вырвать, пойдете. Так, смотрите, 12 нету. Сколько нам пора идти? Сколько? Без 15, наверное, время сейчас. 15 минут? Без 15. Без 20 минут осталось. Без 20-12. Сейчас сколько? Без 20-12, 38. Ну и сейчас еще вопрос, потом мы продолжим. Я хотела бы, если у детей были таланты, замечали вы, какие возможности для развития талантов в лагере вы давали? Какие возможности? Понимаете, я глубже смотрел. Я всегда ставил такой вопрос. Избран ли Богом этот человек, ребенок? Если он стремится где-то к молитве, это редко бывает. А другой бывает, только до букашка не смотрит. Это биолог какой-то. Я старался в такое место поставить. Кроме этого, наловили разных там маленьких, называют чертики. Букарашки такие разные. И тут у меня свой аквариум был. А вот этот большой, тут караси, всякая рыба плавала. Они тут не вылазили. Тустина-то они не видят. Тустина-то они, которые музыканты-то нет. Вот она приезжает, она каждый, я не знаю, сколько раз в неделю-то ходила. Тустина-то занималась. Она, чтобы не забыть, она должна пальчиками работать. И поэтому это талант, и он, считаю, развивается. Остальное, с чем приехал человек, у нас много литературы. Это юный натуралист, я переплетчик, переплетался годовыми подшипками. И дети занимаются. Тогда, Тихонович, вот сейчас можно как сказать, все сотовые телефоны ходят. Вот дети приезжают, всякая науктехника и планшеты, и все, и телевизоры. Ну, все используют и устанавливают, как их, антенны всякие. У вас вот технически какие-то такие средства были? Оговорка была. Все это сдается, не берется, запрещается. А если взял, все сдать старшему при отъезде домой. Родители, знаете, ни копейки, чтобы у него не было, никаких телефонов тогда и не было. Но иногда срочно родители вызывали. Но уже телефон, тот стоял один такой. Они говорили, во столько-то я выйду. Да, вот связь с родителями была. Связь была, у нас связь была постоянно. Ну, а до этого, когда деревни-то не было, у нас ничего не было. А если заболеет? Самое опасное для детей, это когда врач здесь. Врач, она найдет болячку. Вот, у меня одна врач есть такая, и закончила, и все с красным дипломом. И дочка у меня закончила с красным дипломом. Вот я и доверил детей. Прихожу, я их узнать не могу. Как будто бы эти какие-то спецназ, все зеленые, под траву лягут, и их никто не найдет. Она зеленка их, как забор поповски выкрасила. Я что, комар укусил? Да разве комар укусил, и что тут? Зеленка нужна. То есть ничего не надо. Где комар укусил, там нет свертывания крови. Это большая польза от этого. У тебя тромбоза не будет. Игорь Тихонович, вот если вы говорите, хоротославные ходили в храмы, дети причащались. Ну, если причащались, а был ли пост? Как вот, в июне же пост, в августе пост. Все, все посты мы соблюдали. Соблюдали, конечно, Петров пост для меня вот стоял поперек. Назначение его не то. Назначение этого поста благословение на проповедь, а нигде никто не идет. Ну, мы, у меня есть такое выражение. Я православный, и остальное без дураков. Я обязан все выполнять. И поэтому у нас на кухне газеты, истинные православия, которые оттуда взяты в посте, растительное масло в среда-пятница не разрешается. Уже на столе не будет. Но заменяли такие дни халва, такие дни, когда разрешалось масло, значит, рыба разрешалась, привозили. За нами следили с Барнаула наши братья и сестры. И оттуда постоянно молочники во вторник идут с продуктами и обратно что-то привозят. Я вот смотрю, за ягодами ходили, нет? Постоянно. Стоянно. Вот здесь вот мы однажды лежали, вот здесь вот. И я показывал, что сейчас не помню. Лежали три человека. Одна старше меня, как бы бабушка. И вдруг вихрь налетел, а у меня конверты лежат. Он эти захватил, и только видно, как вот так вот летит круговорот, и конверты летят вверху. А ничего, ну улетели, улетели. А тут пшеница вот эта все была. Я тогда встал вот так вот, на одном месте и стал внимательно смотреть. Вот первый конверт падает, и я сразу заметил, вот этот куст, от него сантиметров рядом прям где-то. Но намного дальше. Другой упал том-то. И пшеница вот такая растет. Потом я поставил человека, сам пошел в эту сторону и стал смотреть, когда этот створ попадал, и все номер-то нашел. Еще один спросит, животные на территории домашние? Никаких. Огомаривается, что нельзя брать то и другое, никакие домашние. Никаких. Тут нижеи хватает, рассматривают, муравейники рассматривают. Тут даже такое. Впервые, после как Потеряевка закрыта, появились удоды. Такие с гребешком, знаете, это. У него вилет на голове. У меня в детстве был. Первую книгу, которую я прочитал, это Виталий Бианки, лесная газета и книга по природе. Я страшно любил. А чтобы купить, я должен был сто сусликов поймать, ободрать, пойти сдать и купить тогда эту книгу. Я знал, какая тень от птицы, как она клещит, где живет. Я этим жил. И поэтому я знал, мне Господь дал это. Я пасу, и вот гляжу, она летает с гребешком, а я не шевелюсь. А насколько бы ни летала, она сядет на гнездо. Как только она села, я со всех ног бегу, она взлетела. Вот они. Я все гнездышки знал. Поэтому знал, что такое куропатки, рябчики, где они живут. И один раз удода, ребятишки удод, не знают как. Я уже где-то к обеду поймал удода, поймать надо, не повредить. И принес им, и они все рассматривали удода. Удода, я его сам раньше не видел. Один раз вышел. Гугу. Гугу. Ночь. Луна. У нас таких птиц нет, это залетная. А какая? Я поставил и говорю, если она маленькая, то это воробинный сыщик. И нашел тень у нас себе. Я их утро поймал и всем показал. Теперь привязал ей красненькую на ножку. Отпускать куда-то. Тогда пошли, где поезд идет, а он в Кулунде живет. И отдали проводнику, чтобы в Кулунде выпустила. Прилетела, чтобы назад. Назад и летела она потом. Не знаю, но мы отдали, чтобы там выпустили. Понимаешь, вот с чем я вожусь-то. А у меня сейчас две голубятни. На голубятню тут ходили, ребятишки тут все-то собирали. Эти на все лазили. Это элемент воспитания. Вот сейчас молодежь-то читать больно не любит. Вот я, сколько знаю, очень не любит. Библиотека или что-то. Ну сейчас, наверное, летом-то не применялось это, да? Я не знаю. Я только хорошо знаю. Что они читали? У нас была еврейка, говорит. По крайней мере, за последние три тысячи человек неизвестно, что хоть один еврей не умел читать. Еврей. Руководитель мира, мира. А не деревня какой-то. У них летом они занимаются языками, финансовыми операциями. В первом классе он уже этим занимается. Как нас обмануть? Когда был Куратов, генеральный прокурор, а его этот, Борис Абрамович Березовский, и говорит ему, Березовскому, а почему вы не поедете в Израиль? Твою родину. Он говорит, мало удовольствия проснуться и ждать, когда 6,5 миллионов тебя обманут. Ну, вот точно. 6,5 миллионов евреев тебя обманут. Это говорит еврей. Ну, как это, может быть, последний. Хлеб всему голова. Вы хлеб как? Вы купали или что? Нет, не покупали. Ну, приезжали когда. Я печник 40 лет. И здесь вам покажу печи. Давайте заглянем на минутку. Немножко. Сейчас вы пойдете к батюшке. Вот здесь у нас электричество. Все, посмотрите. А у вас сейчас электричество отрубили или еще до сих пор нет? Электричество до сих пор или вы отключили? Нет, у нас там выключатель. Мы можем дать, Владе. Понятно. Мы могли дать. Потом мы продолжим разговор. Вот смотрите, печка. Это моя печка. Круга вон на той стороне находится. Потому что мы не хотели берявить крышу. Вон она где. Значит, у нее там желоб идет. Духовка. А здесь бак. Вода. Вода. А здесь стоят холодильники. Электричество. А теперь пошли пекарню посмотрим. Я сам. Тогда вы будете открывать свои такие лагеря. Вот. Вот здесь, везде. Идет видеозакры для интернета. Посмотрим. Везде, везде. Такие. Пойдемте. Врага. Екатерина, иди сюда. Вот видишь, как это, круглая арка. Видно, нет? Я сам печник. Тут надо знать, какой наклон. 100 кирпичей хлеба могли где-нибудь взять. И кроме того, у нас тестамет есть. А здесь подтопок. Оторвали дверку. И она топится, и внизу идёт. И можно всё время хлеб печь и печь. Жар, жар, жар. А вот эта труба мы свалили. Сейчас там башня была. Башня была 6 метров 80 сантиметров высотой. Так, а это? 12-ти на нас. Я не знаю, куда идти. Иди. Вот это вот келья. Труба здесь, а потопка с той стороны. Крещения нет? Нет, нет. Так, давайте на крещение. Пошли уже, пошли уже. Потом мы заново продолжим, позовём вас. Уходим опять? Не знаю пока. Вот когда будут где-то делать, они уже будут с дать чего начинать. Главное, конечно, как Сталин говорил, это кадры решают всё. Аминь. Скажи. Где я пошёл? А вы куда пошли? Надо идти туда, в церковь идите. Идите сюда. Меня ведите. Кто идёт? Ну идите, 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 идите. Идите по дороге. Сступайте. Вот это деревья, что нас садили, смотри какие могучие. Вот это столб стоял, видишь какой превратился. Это столб. И на навозной кушке. Сколько лет лагерь это? 45. А, деревья, ну да, могли вырастить. Нет, но насадили это не так давно. Может быть лет 30 назад, 25. Видишь какие... Ну просто надо соприкоснуться с этим. Белый лес. Так, пошли. Они ушли, а потом придут. Теперь... Володя, иди сюда. Вот, видите какая келья интересная. Вот эта келья интересная тем, что если кто промочился где-то, ну да под дождь попал. Здесь можно было сушиться. Вот видите сюда. Вот у нее топка где была. Она вот закрылся, ее видно. Топка. Сейчас закрыли, вот она где была. Вот она где. Сейчас только открою, и туда отсюда идёт печка. Теперь она идёт, идёт через весь корыто там было. И форма с той стороны. Ну что ты делаешь? Вот это похоже. Это сама? Да. И что интересно. Мы искали, нужно было жесть найти. Не знаю. Жесть. И кто-то говорит, там я видел, вон там жесть лежит. Я пошёл, правда, маленько. Стал тянуть, оно ещё длиннее. Там поднеется. Я вот так вот приподнял, маленько жесть. Я пустила, как вот ударилась. И прям тоже грибом 10 выскочила от удара. Они уже там напряглись, я видят. И вот труба выходит здесь закрыта. Теперь смотри. Вот чтобы много теста замешать, есть такая тестомес дежа. Там, видела как делают? Знаю. У нас там тестомес есть отдельный. Ну это просто я рассказываю, но это всё само по себе. Как-то ректор, где я вёл занятия, 18 лет... Посмотрите. Ну увидел это. Русские пещи. Там вот как собираются дым. Вот это море. Я работал... Такая, как называется, контора снабжения элеватора. Это элеваторская оборудование. Полой. Просто я знаю, что такой дежа кончал. Вот представьте. Как вот. Надо держать. А где я возьму её? Так. Владимир. Владимир, потом расскажете. Я попрошу вас. Вызывает меня ректор университета. Не. Владимир Васильевич. В ретху очень известный. В ретху очень известный. Осень. Там доктор науки и прочее. И он говорит, что у нас малое образование у новых русских. Надо это как-то делать. А я сижу, уши развесил, ну и говорит, да и говорит. А я не пойму, что уже ко мне эта речь-то идёт. Он говорит, что они хотят в нашем университете курсы образовать для бизнесменов. Я опять промолчал. Он на меня посмотрел и говорит, вы знаете что? Они вас избрали учителем. Меня? Я никого не знаю. А они вас знают. А я говорю, а почему меня? У меня нет и специальности никакой. Образования нет. Ну, посмотрим. Ну и правда. Я стал вести занятия, подготовился. Уже фильмы о нас были. И там экран как-то сделали. Я провёл немного. Провёл, кажется, по два часа два или три занятия. Там уже лето начиналось работать. И один из них был Сорокин. Я обратился к нему и говорю, аудитория-то большая. Я говорю, надо тестомест достать. Он говорит, есть один маленько поломанный. Возьмёте? Я говорю, возьму. То есть меня выводит ректор, где я веду занятия. Значит, занятия. Теперь. Бизнесмены. Я обращаюсь. Один говорит, а я могу вот это дать, а я могу это дать. Ну и потом ректор меня вызывает и говорит, идите, получите деньги. Я говорю, какие? А вы занятия вели? Ну какие там занятия? Ну идите, получите. Я говорю, откуда деньги? Что? Я спрашивал-то. Они говорят, а они отпустили. Это не наши, не университетские деньги. Я пошёл, где там получать-то? Там такая цифра накручена. Я вернулся, говорю, там деньги-то не мои, а то ваши. Я говорю, какая у меня должна? Пока я профессор. Да какой я профессор? У меня ничего нету. Они там накрутили, ищут Нобелевскую премию. Деньги дали, я получил. А и дали тестомест. Понимаешь, ты начни только, и Господь так всё устроит, что ты никогда не спланируешь заранее. Я ещё рассказывал, оно как будто само спустилось с неба. Здесь и на чём спали-то? Здесь матрасы. Матрасы? Вот опять же. А кто-то там дал? Матрасы, одеяла, подушки? Так, матрасы. Речь возникла. Надо только закончить её этим. Я нахожусь в краевой администрации. Рядом сидит со мной руководитель там одного кабинета, Аксёнов Павел Петрович. А мы знакомы 30 лет. Грубый такой мужчина. Грубый, но деловой. Ой, деловой. Я говорю, Павел Петрович, как-то у нас всё ещё холомы набиваем, матрасы как-то. Матрасы? А ещё что тебе надо? Я говорю, муки где-то достать. А сколько надо? Да мешков 20-50 килограмм. А рядом стоит с ним какой-то. Он ему... Иван Иванович, ты помирать думаешь? Вопрос-то, помирать думаешь? От него отшатнулся один предприниматель. А в чём дело? Вот человек стоит. Выйди в коридор, поговори, потом зайдёшь. Он вышел. А кто вы такой? Я говорю, ну, в начале детского лагеря. А сколько вам матрасов нужно? Штук 70. Так. А муки сколько? Ну, я сказал. А где вы находитесь сюда? Он через день уже муки завёз. Матрасы эти. А одеяло, я говорю, одеяло нужно. У нас синтепоновое одеяло. Он зашёл в магазин. А там знакомая продавщица оказалась. Они соединились вместе. И 70 одеял на кону. 70 шинелей. Мы повезли 70 этих сетелей, брюх. Ну, вот само. Я никогда не думал, что Павел Петрович такой человек. И он так это вообще. Бывает человек такой. Вот это, железнодорожный район. Я захожу, а там Голобокова Светлана Ивановна сидит, начальница. Помогала мне машины доставать там, растительное масло. Я говорю, а тут сидела у вас женщина Татьяна. Я её выгнала. А почему? Болтает много. Работать надо. И она работает, у неё кабинет не закрывается. А я, говорит, всех вижу. Чтобы очереди не было. Сама высокая такая. Такой вид у неё. Ну, просто видно, что. И она, я прошу машину. Она сразу машину. Машину большую. Татру. Мне нужно растительное масло. Она позвонила. Сколько? Две фляги. Маслозавод. Так. Я говорю, холодильник нам надо. Она звонит там. И она на холодильнике. Начальник холодильника. Как будто бы её кто там сделает. Так. Нужно найти. Да нет у нас. Что значит нету? Найти надо. Ну, не обязательно новый. Там где-то пошарпанный заберут. Что? А ты ко мне завтра придёшь просить. Я сказала достать. Понимаешь, она растует за нас. Так, как я бы сам до себя не сказал. Всё. Всё. В холодильнике стоит. Понимаете, я сейчас смотрю. Вот травы-то у вас много. Наверное, начальник поставили. Или так. Вот какая трава. Вот эта трава. Да, бочки. Смотри чуть-чуть. Вот убери вот так вот. Смотри. На лесу везде комары боятся. Нет. Они идут, идут уже. Потём. Ладонью. Всё. Дети знают. Ну, они позже вышли просто. Угуляй колокол один раз там. Вот посмотри, как колокол. Сейчас они побегут, которые наши. Посмотри. Найди и ударься с ней сел внизу. А, это кто? Понизу. Понизу. Ух ты! Ты посмотри, Кодя. Вот тогда. Всё. А, нет, да. Там ударит. Не размирая дороги, не бежать, либо целая перед Налалоем. Я просто показал, что это означает свободное. Ура! Свободное. Это бывшие воспитанники. Вот у нас приезжают люди сюда. Этот ревнует. К верному. Это переживает. Урода. Меня поглядят сюда. Оказалось, они новая жизнь. Секта такая. Я говорю, а как же вы православный лагерь? Тёща православная. Она кандидат на ух и сказала, только Клапкину в лагерь. Внука. Ну, поехали они. Я говорю, как ты молишься? Тихо, как вот молимся. Господи Иисусе, благодарим тебя, что ты умер за нас. Я говорю, Юра, как можешь так молиться? Мы никого не принуждаем. В храм пришли. Ты обязательно в храме будешь. Ты молись, как тебя научили родители. Но когда они приезжают через две недели, он кланяется и молится. Они, Юрка, ты совсем православный стал. И ничего никто ни разу не укорил. То есть мы должны жизнь свою показать. И он увидит это. Он однажды сказал, у вас интересный православный. Днем, это, летом, ходят в шубе, а зимой босиком. Я смотрю, у вас качели здесь качаются уже. Да, это не те качели только. Там качели. Там главное это. Почему называется комплекс? Там у нас в деревне что есть? Тестомес. Дальше лабос, где продукты хранятся, чтобы мыши не достали. Балерина. Там разное оборудование все. Баня. Колодец. Просмотровый зал. Это уже шесть. Это не только здесь лагерь. Это не в один день. А если у тебя большие хорошие знакомые, то это все будет. Показать, как в этом раздрае можно жить. Вот видишь. Вот это аналой. Тут Евангелие считается. И вот эти дети бегут и во все колокола сгодят. Это колокола. Это газовый баллон. Мужик пьяный. Его сгорел, а баллон не взорвался. Вот. Не убьют дети. Это колокольный звон. И написано. Один раз удать собраться. Два раза ударить. Два раза что занятия. Три раза обед, ужин, завтрак. Четыре. Чтение Евангелия. Пять. Это враги напали. Обороны держим. Вот. Шесть. Шесть. Гости приехали. То есть. Дети знают. Написано. Сколько ударов. Что значит. Понимаешь. Это все накапливалось. И мы готовый опыт. Хотим сейчас передать. И помочь. Чтобы в каких местах. Вот у вас. Где вы. Такие. А кто должен руководитель быть? Желательно мужчина. Потому что. Ну. Мужской характер. Это все таки не женский. Но чтобы у него были рядом женщины. Которые во всем помогают. Мне Бог как раз это дал. У меня были женщины. Девушки. Парни. Ребята. Вон они на турниках. Посмотри. Вот такие были. Вот так вот на руках. Вот так вот окрутятся. Солнышко называют. Показывают. Там он. Дальше вторая буква П. Это канат. Это шест. Шест осиновый. Чтобы занозок не было. Не попали. Тут всякая премудрость понастроена. Там дальше батут. Кровать закопана. Они на ней прыгают. И за веревочку держатся. Не лазь туда. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Спасибо. Ну слава Христу. Вот еще придут какие тут у кого вопросы. Мы хотим этот лагерь сделать как бы гнездом для размножения вот этого доброго дела воспитания детей в православной вере. Каждую весну батюшка приходит, освящает храм. Здесь богослужение идет. И вот. У каждой кельи почти название. Вот это вот мутаракань называется. Вот это на курьих ножках. Детям это интересно. Это живая сказка. Похоже. Там всякие оборудования есть. Вот открой, посмотри. Вот это вот ограничивается где можно плавать. А вот эти плавательные, как назвать? Жилеты. 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 Вот они. Видишь красные. И опять же как получилось. В Барнауле, когда я высадил два дома, 11 лет шел суд и Господь позволил выиграть его. А там была станция по спасению наводок. И приехали представители мэрии города и их оттуда вытянули. А мне отдали это два дома. А они были освобод спасали наводок. И что у них лишнее было мне все отдали. Вот одно за одним идет. Ну я не могу сказать будет ли у кого так. Ну значит как то по другому будет. Вот она сама раскачивается стала. Обязательно разуется. И она босиком. Видишь? Вот она раскачивается вот сейчас. И сейчас она будет летать туда-сюда. Теперь смотри. Вот идем туда. Сережа, какой пород это? Я не знаю. Маламут. Японский. Как? Ой, японский. Он молодой. Да, 8 месяцев. Видишь? Вот столбы стоят. Это был разъезд. Вот смотри. Вот это надо придумать было так. Это вот поле футбольное. Там одного столба уже нету. Дальше вон волейбольное. Вон она видно. Вон натягивает сетку. Волейбол играют. А это тарзанка. Они на него стоят. Они на него стоят. Там около него. Сюда увидят. Как они летают. Вот. А вот это вот столбы. Вот эти. Ну, его подгнило. Мы убрали. Тут лежат бревна. Вот так вот. Вон туда до поворота. Вон туда дальше. А там поворот. И вот так вот. И мир с собой перекрился. 75 метров. Дети учат. Вестибулярный аппарат отрабатывается. Они бегают, играют там на этом. Мы сейчас все это убрали. Вот оно лежит. А там и оттуда убрали. Рядом там. Вот большая башня. Мы свалили. Нам ее придется вывозить. Вот немного погодя. Попрошу машину. И мы вывезем отсюда. Она была очень высокая. Искать коров. Когда терялись где-то. Ну, а теперь мы ее свалили. В трактор попросили. Пришел в трактор. Он дернул ее нам. И на боку мы ее разобрали. А это колхозные телятники остались. То есть вот. То, что вы увидели. В этом заложено все. Главное движение это любовь. Это вы начнете где-то. И, кажется, не так будет идти. Придерживаетесь. Вам не конструкция. Любовь. Мы все дозволены. Мы старались создать стопроцентно защищенных ребенка. Что нельзя не обрываться. Нельзя драться. Я не знаю. Я его нахожу обязательно. Найду метод этого. Мне здесь удивительно, что вот смотрю в округе. Ни деревень, ни движений, ни транспорт, ни дорог, ничего нет. Ничего нет. Вот тут одни. Одни. Это вот это большой плюс. Удивительно. Нам никто не вмешивается. Дети играют здесь, бегают. Совершенно безопасно. У нас костер там мы потом покажем. Вот свой. Вон он где костер. Вон крест вам видно, нет? А, вижу-вижу. Вон он где. Вон. Это костер. Мы долго искали, где костер. И там огромная яма такая. И мы сделали вот так. Даже ярусами. Подиум. А мало того. Вот где у нас костер был. А вот это молитвенный. Ну вот. Возвращение. У меня хорошая знакомая с травмайным бутоном. А как пристепят, я их под собой сиденья режут. А они сиденья-то другое делают. А эти старые там не отдают. А я из них выкраиваю. Свои знакомые начинают это сшивать. И вот там где-то огромная такая. Вот такой высоты полотно. И хватило вокруг его. А полотно, допустим, 30 метров. И мы закрывались от дождя. Палатки из него шили. Но палатки тут не все так просто. Вот она, смотри, раскачалась так. Смотрите. Видите, как интересно. Понятно? Сейчас я гляну только безопасно. Ладно. Да, я хотела дома. Это прямо дома. Да. Здесь пультики живут. Вот посмотри туда, Екатерина. Понимаете, как мне нравится. А там кочей еще две кочей. Смотрите. Видишь, она как? На чем она крепится? Какие? Вареные. Дальше. Она на железной. Железный штырь. Закреплено все. И это дальше... Штырь. За это, за это, за брюно все отступляется. У вас интересно, еще и кольца вот придумали. Вот так вот придумали. Детям очень нравится. Мне пап тоже детям. Вот таких это две таржанки и там четыре. Шесть. А дети тут остановятся. Садиться нужно. А, она очень большая. Да? Да. Давай, давай. Дува. Тут не выскажешь, сколько всего. Вот она. Даже береза какая интересная. Так, я пойду сейчас искать. Пойдем со мной Олю, мне срочно записать надо ее. ольгу симоненко так дети все свободно до дому все на выход выходим домой ну давайте смотреть выходите сюда так чем она не подходит для вас все подметай стили все закрывайся и живи рядом собаки собака от дождя спрятать собака от дождя спрятать давай я покажу я тебе от мазор нам еще нет ну мы обычно мы посмотрим как рассчитаем я не понял я не успела я не успела но мы подразумевшим вам привет что делать поделим вот мята милиса растет на чай вот это может заваривать заварим как мята вкус немножко другой а а а там 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 можно расчистить там можно расчистить так к нему не лезьте не лезьте собаке нельзя ну пока мы показываем где как потому что здесь земля легко убирать за ними нет значит идем дальше там где твои находятся собаки пойдемте там все закрыто на дождя на солнце не будут собаки берите собак перемещайте сюда дядя Вова все выключай и закрывай на замок